Всем привет и на канале Исакин Ревью. В этом видео я расскажу как приобрести PlayStation 4 на 1 терабайт с комплектной игрой Человек-паук за 13 тысяч рублей. Не так давно я задался вопросом, где купить PlayStation подешевле или с хорошей скидкой. В это время по всему миру идёт Чёрная Пятница, в которой магазины обещают хорошие скидки. Посмотрел я цены в российских магазинах на примере МВидео. Комплектация, которая была нужна мне, стоит 27 990 рублей. Я считаю, что это дороговато. После этого я заглянул на американские магазины, где скидки были очень даже привлекательными. В конечном итоге я нашёл каталог магазина Walmart, где нужная комплектация стоила всего 199 долларов, что в пересчёте на рубли 13 тысяч рублей. Также была распродажа на джойстики и игры. Я выбрал хорошую комплектацию PlayStation, дополнительный джойстик и 5 игр. Чтобы доставить товары с Америки, я пользуюсь сервисом Бандеролька. Этот сервис предоставляет американский адрес в безналоговом штате Делевер. Другими словами, у вас есть ваша личная ячейка в Америке, куда вы можете доставить любые товары и потом отправить их себе домой, заплатив только стоимость доставки. До этого я уже не один раз пользовался этим сервисом и всё проходило на высшем уровне. Ссылки на прошлые видео, где я заказывал iPad и iPhone с жёсткими дисками, будут в подсказках и в описании. В этот раз я также заказал на свой американский адрес. Но, к сожалению, магазин Walmart не принимает российские карты. Но это также не было большой проблемой. Я впервые воспользовался услугой «Помощь при покупке». Я предоставил ссылки на нужные мне товары, и сотрудники Бандерольки, после пересчёта общей стоимости товаров и стоимости услуг, это, как правило, 10% о стоимости товаров, выставили мне счёт, где я без проблем оплатил российской картой. После оплаты мои товары были выкуплены и доставлены на адрес Бандерольки. В общем итоге стоимость моей комплектации вышла 334 доллара, что в пересчёте на рубли 22 319 рублей. Если смотреть по отдельности, стоимость PlayStation 199 долларов в Америке и 27 990 рублей в России. Дополнительный DualShock 39 долларов в Америке и 4490 рублей в России. Mortal Kombat XL 12 долларов против 3590 рублей. Battlefield 1 12 долларов против 3490 рублей. Call of Duty Infinity Warfare 11 долларов 28 центов и 2990 рублей в России. GTA V 25 долларов против 2990 рублей. Titanfall 2 5 долларов 77 центов и 1390 рублей в России. Если бы я купил всё то же самое в России, это бы обошлось мне 46 930 рублей. После того, как мои товары появятся в личном кабинете Бандерольки, я сформирую посылку и отправлю к себе домой. В следующем видео я покажу, сколько стоила доставка в Россию и сделаю распаковку посылки с Америки. В описании я оставлю ссылку на регистрацию на сайте Бандеролька, по которой вы сможете зарегистрироваться и получить хорошую скидку на доставку в вашу страну. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Смотрите предыдущие видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok